Полученную в подарок квартиру чемпион Азии по тяжелой атлетике Айдар Казов решил вернуть. Жилплощадь оказалась проблемной и без условий для проживания. Это уже третья квартира, которую подарили спортсмену из Североказахстанской области. Из предыдущих семью Айдара попросили выехать. Почему отказаться от третьей, он решил сам, узнала Наталья Волкова. Я хотел бы поблагодарить нашего Акима, Ерика Хамзиновича, за тот подарок, который он мне подарил. Сделали ремонт хороший. Кто в этом помогал, насчет ремонта всего, Авдеева. Это интервью пятилетней давности было записано после вручения ключей от квартиры в новостройке. Слова благодарности искренние, и спортсмен даже не представлял, что когда-нибудь ему придется вернуть подаренное. В 2015 году Айдар Казов стал чемпионом Азии, за что по инициативе экс-главы региона Ерика Султанова ему подарили жилье в новом жилищном комплексе. Возместить затраты директору строительной компании Акимат пообещал немного позже. Но так как она числилась в залоге у банка, застройщик предложил спортсмену переехать в другую новостройку, где он сможет оформить права на подаренные квадратные метры. Но время шло, обещанных выплат не поступало. Мы там полгода прожили, в 2019 году, зимой, в феврале, я был на сборах, мне сестра звонит и говорит, люди пришли и показывают бумаги, документы, что эта квартира продана, даем вам 10 дней, чтобы вы выселялись. Акимат обратились, они объясняют, сейчас новые люди, нету Султанова, нету Авдеева, они тебе обещали, мы не можем ничего сделать. Выплатить они не смогли или не захотели, но в результате фирма моя попала в такую ситуацию. Сейчас идут чуды, судимся мы, время покажет, кто был прав, кто виноват. Ну а парня жалко, что поделать. Я хотел помочь от души, но все это инициировал Акимат. Я в глубейшем положении оказался. Сегодня местные власти не признают, что это был подарок от, на тот момент, главы региона. И ссылаются на действующий с прошлого года закон о том, что квартиры выдаются только чемпионам и призерам Олимпиады. Авдеев проявил инициативу подавить квартиру. Но это их не личное отношение, так как Авдеев самолично даже выдал ключи от квартиры. В дальнейшем, в связи с его экономической ситуацией, он отказался от этой инициативы и перепродал квартиру. Но это, еще раз повторяю, к Акимат данному решению никакого отношения не имеет. Средства на приобретение жилья для Авдеева из бюджета не было предусмотрено с самого начала. После второго выселения из уже купленной кем-то квартиры от управления спорта в Акимат поступило ходатайство о выделении Айдару служебного жилья. Оно находится в многоэтажном доме гостиничного типа в центре Петропавловска. Квартира однокомнатная, с долгами по коммунальным услугам от предыдущего жильца и без газовой плиты. Условий для проживания семья спортсмена здесь не увидела. Квартира, которую и оформить на себя Айдар Казов не мог, с 2019 года оставалась пустой. Спустя время сумма долгов платежной квитанции уже превысила 100 тысяч в тенге. Спортсмен принял решение отказаться от проблемного жилья. Неприятно, что таким способом, просто такой шумихи. Для чего тогда это все делали? Когда первую квартиру дарили, снимали на камеру, видеосъемка была. Сейчас это уже видео не найти, наверное, удалили. Сейчас Айдар живет в Алмате и хочет поскорее забыть историю с горе-подарком и планирует окончить карьеру спортсмена. Это не первый подобный случай, когда подаренные квадратные метры приходится возвращать. Десять семей актеров Петропавловска должны к лету освободить квартиры, ключи от которых им были торжественно вручены 10 лет назад. Как оказалось, это жилье тоже является служебным и предназначено для врачей.